Привет, я вас ждал. Предположим, вы проводите день в одиночестве у себя дома и слышите громкий стук во входную дверь. Вы решаете не открывать ее сразу. Спустя несколько мгновений, все-таки открыв ее, вы замечаете нечто странное. Кто-то надел резинку на дверную ручку. Если с вами когда-нибудь такое случится, немедленно звоните в полицию. Возможно, кто-то пытается ограбить ваш дом. Этот прием стал часто использоваться в 2016 году, и он все еще в ходу. Резинку на дверную ручку надевают для того, чтобы жильцам было сложнее закрыть дверь в случае ограбления. Резинка удержит защелку открытой. В этом случае, даже если вы попытаетесь захлопнуть дверь перед носом у грабителя, резинка помешает вам это сделать. Хорошая новость в том, что вы можете использовать эту же технику в своем доме с пользой для себя. Если у вас есть дверь, которая постоянно хлопает, попробуйте надеть резинку на дверную ручку. Толщина резинки замедлит движение двери и не позволит ей издавать громкий стук, когда она захлопывается сама по себе. Вы также можете попробовать этот трюк, если у вас есть дверь, которая постоянно застревает. Закрепите резинку так, чтобы она перекрещивалась перед защелкой. Таким образом, ваша дверь больше не будет защелкиваться и застревать. Просто, да? Продолжая тему резинок, вот еще несколько трюков, которые могут сделать вашу жизнь немного проще. Есть отличный способ открыть банку с солеными огурцами, не прилагая усилий. Вот что вам нужно сделать. Оберните резинку вокруг крышки. Скорее всего, вам придется обернуть резинку вокруг крышки несколько раз, чтобы она держалась туго. Вот, собственно, и все. Резинка создаст дополнительное трение и рычаг, чтобы вам было легче открывать огурцы и другие консервированные продукты. Если вы затеяли ремонт в доме и решили сделать все самостоятельно, вас наверняка ждет беспорядок. Резинки не спасут вам жизнь, но значительно облегчат уборку. Натяните резинку на банку с краской, но сделайте это вертикально. Таким образом, у вас получится веревка, пересекающая верхнюю часть банки. Благодаря резинке вы сможете предотвратить вытекание краски за границы банки. Окунув кисточку в банку, удалите излишки краски, проведя кисточкой по резинке, которую вы только что прикрепили. Удачи с ремонтом! Когда вы беретесь преображать дом своими руками, возможно, все. И победы, и поражения. Если вы ищете способ привнести в свой дом нотку изысканности, попробуйте переделать то, что у вас уже есть. Например, возьмите скучный книжный шкаф и оклейте его панели обоями. Можете поиграть с принтами, если вы хотите получить современный стильный вид. Вы только что купили кучу новых контейнеров для еды, чтобы ваш холодильник выглядел идеально. О нет! Новые контейнеры обклеены бирками и этикетками, которые нужно удалить. Это такое скучное занятие. Не нужно тратить тонны горячей воды и мыла, чтобы их оттереть. Вот что вы можете сделать вместо этого. Возьмите фен и дуйте горячим воздухом прямо на этикетку примерно в течение минуты. И вот, пожалуйста, этикетка отклеивается. Если у вас нет фена, поднесите контейнер к экрану, и мой жар все сделает за вас. Шутка. Если вы решили навести порядок в доме и избавиться от лишнего, начните с того, чем вы не пользовались последние два года. Мы тратим много времени на поиски нужных нам вещей среди всего, что мы храним на всякий случай. Часто у нас есть вещи, которые уже давно не используются, но поскольку у них нет срока годности, мы не решаемся от них избавиться. Например, действительно ли вам нужны все эти DVD? Теперь в продолжении уборки вы можете задать себе знаменитый вопрос из арсенала Мари Кондо. Радует ли меня этот предмет? Если нет, выбросьте его. Ваше будущее «Я» скажет вам спасибо за то, что у вас стало меньше бесполезных вещей. Небольшое изменение может значительно повлиять на то, как выглядит ваш дом. Большинство людей обычно используют жидкое мыло и чистящие средства в упаковке, в которой они продаются. Поэтому, заходя в чью-то ванную или кухню, вы обычно видите многофирменной упаковки, которая не сочетается с декором помещения. Если вы ищете простой способ улучшить интерьер, можете купить пластиковые или даже стеклянные бутылки и заменить ими всю брендированную упаковку в вашем доме. Если вы любите роскошь, можете выбрать янтарные бутылки, чтобы поставить их на кухне и в ванной. Любые такие аксессуары придадут вашему жилью более чистый и приятный вид. Знаете ли вы, что цвет стен может влиять на ваше настроение? Существует направление в психологии, которое изучает влияние цвета на настроение и поведение людей. Согласно этим исследованиям, если вы испытываете сильное беспокойство, то вам стоит подумать о том, чтобы покрасить стены в комнате в белый цвет. Полностью белая спальня уменьшает количество отвлекающих факторов и создает спокойную обстановку, которая поможет вам расслабиться и успокоиться. Если же вы покрасите стены в красный или оранжевый цвет, это поможет вам зарядиться энергией. Пожалуй, это хороший цвет для офисных помещений. Вы знаете о фэн-шуй? Это не только искусство бесконечно двигать диван, но и древняя практика, которая поможет в организации дома. Фэн означает ветер, а шуй – вода. Элементы, которые традиционно ассоциируются с крепким здоровьем и удачей. Согласно этой философии, хорошо организованный дом помогает нам легче достичь жизненных целей и идеалов. Например, если вы чувствуете творческий ступор и не можете найти вдохновение, попробуйте добавить деревянные элементы на рабочее место. Комнатное растение также будет полезно. Обращение к земной стихии поможет заземлиться и сосредоточиться. Свечи, особенно ароматические, также пригодятся, если вам нужно вдохновение и энтузиазм. В следующий раз, когда пойдете в супермаркет, купите стеклянные банки. Вы можете использовать их не только для хранения продуктов, но и как емкости для ароматического диффузора. Диффузоры сейчас очень популярны по нескольким причинам. Помимо терапевтического эффекта, они могут оживить любой уголок и сделать его более уютным. Вот что вам нужно сделать. Возьмите стеклянную банку и добавьте в нее несколько капель эфирного масла, например, лавандового или розмаринового, и долейте немного воды, чтобы разбавить масло. В завершении вам понадобятся деревянные палочки, чтобы окунуть их в только что созданную смесь. Ну, вот и все. Только не забывайте время от времени переворачивать палочки, так как именно влажные части рассеивают больше всего масла. Или можете купить электронный аромодиффузор, они довольно недорогие. Если вы хотите провести утро с пользой для дела, как насчет того, чтобы изготовить собственное чистящее средство? Для этого эксперимента вам понадобится четверть стакана белого уксуса, четверть стакана соды, немножко любого жидкого мыла и два стакана воды. Хорошенько взболтайте и готово! Вы можете хранить средство в бутылке с распылителем, чтобы использовать, когда вам понадобится сделать уборку. Вы даже можете удалять с его помощью пятна с одеждой или ковров. Удобно, эффективно и всегда готово к использованию. Если вам вдруг захочется разбудить или обнять большую панду, вспомните, что это очень и очень плохая идея. Даже такие бесстрашные дикие кошки, как снежные барсы, опасаются приближаться к пандам в дикой природе. Животные в зоопарках менее активны, чем их дикие сородичи, но у них все равно есть массивные челюсти и мощные лапы, которыми они могут запросто вас схватить. Мордочка морского леопарда кажется улыбающейся, что вводит в заблуждение. На самом деле эти животные довольно агрессивные охотники-одиночки. Они любят играть в кошки-мышки со своими жертвами – пингвинами, рыбой, кальмарами и даже небольшими тюленями. Не так давно один морской леопард утащил глубоко под воду морского биолога. «Эй, хватит играть с едой!» Муравьеды питаются насекомыми, цитрусовыми, фруктами и авокадо. У них нет зубов, довольно слабое зрение и плохой слух, прямо как у моего дедушки. Эти животные не агрессивны и стараются держаться подальше от людей, но если муравьед почувствует опасность, он рассверепеет и будет сражаться до последнего. Встав на задние лапы и балансируя на хвосте, он атакует врага своими когтями, которые настолько мощные, что могут нанести увечья даже ягуару или лендроверу. Альпака выглядит дружелюбно, но она тоже способна постоять за себя. Эти животные плюют на расстояние до трех метров, а в их едкой слюне содержится желудочный сок и пережеванная трава. Также они могут укусить обидчика своими острыми зубами, которые скрыты в глубине рта. Кроме того, мягкими подушечками на ногах они могут дать вам хорошего пинка. Да, скорее всего, вы не получите серьезных увечий, но все же лучше не злите этих симпатяк. Характер тасманийского дьявола обычно проявляется в трех ситуациях. Когда поблизости бродит хищник, когда наступает брачный период и когда животное защищает свою пищу. Ну и если рядом Баксбани, конечно. Ой, это же мультик. Как правило, тасманийские дьяволы питаются насекомыми, птицами, лягушками и рыбой и предпочитают не охотиться, а лакомиться падалью. Но если вы вторгнетесь на их территорию, будьте готовы к тому, что вас укусит. У этих животных настолько мощные зубы, что они могут проткнуть даже кость. Слоны очень умны. Они обладают поразительной эмпатией по отношению к сородичам и стараются помогать друг другу. Более того, они могут мстить людям, которые плохо с ними обошлись. Иногда слоны блокируют проезд машин и приходят в деревни к людям, которые их обидели. Особенно агрессивными становятся самцы в брачный период. Берегитесь их огромных ног, иначе вам не сдобровать. Чтобы защитить себя от хищников, рыбы семейства иглобрюхих могут надуваться и становиться в несколько раз больше. Мой брат тоже так умеет. Ладно, шучу. Большинству животных не стоит даже пробовать на них охотиться. Ведь в одной такой рыбе содержится достаточно яда, чтобы убить 30 человек. И от токсина нет противоядия. Лебеди часто видят в людях потенциальную угрозу. Самцы становятся наиболее агрессивными в период гнездования, который длится с апреля по июнь. Если к гнездам приближаются грибцы или рыболовы, лебеди начинают шипеть и махать крыльями. Советуем вам не игнорировать эти сигналы, иначе птица может попытаться перевернуть вашу лодку. Помимо людей, только дельфины могут отнять чужую жизнь без логичной причины. Иногда самцы нападают на самок и даже детенышей, причем не ради еды. Если вас преследует разъяренный дельфин, у вас нет шансов, потому что эти животные передвигаются со скоростью 32 км в час. Для сравнения, скорость олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса составляет всего 10 км в час. Медленные лори – единственные в мире ядовитые приматы, и их яд расположен в локтях. Токсин перемещается в рот, когда животные начинают заботиться о потомстве. Плюс к тому лори с помощью своего окраса отпугивают хищников, таких как питоны и ястребы. Если человек вторгнется на территорию медленного лори, тот, скорее всего, его укусит. В результате может появиться сыпь, произойти анафилактический шок или даже что похуже. Несмотря на большой вес и неуклюжесть, бегемоты бегают быстрее людей, и у них намного более мощные зубы. Если вы встанете на пути к водопою, животные могут расцверепить. Перед нападением бегемот начинает зевать или издает звуки, похожие на смех. Немного сбивает с толку, согласны? Синеколь, читая осьминоги, совсем небольшие. Но их яд в тысячу раз сильнее цианида. Как правило, они используют его при охоте на креветок, крабов и небольшую рыбу. Когда животное чувствует опасность, кольца начинают предупреждающе светиться. Если вы проигнорируете этот знак, осьминог может вас укусить. Есть вероятность, что вы ничего не почувствуете, но уже через пару минут вас ждут тошнота, немение, потеря сознания и двигательные нарушения. Так что будьте аккуратны. Географические конусы. Довольно опасные создания. Эти улитки вонзают в жертву зуб, похожий на гарпун, и впрыскивают яд. Если вас укусит небольшой конус, ощущения будут похожи на укус пчелы. А если вы наткнетесь на крупную особь, вам грозят онемения, паралич мышц, проблемы со зрением и дыханием. Канадские казарки живут по соседству с людьми, но все же они не любят, когда к их дому приближаются, особенно в брачный сезон. В это время самцы, почувствовав угрозу для самок или потомства, могут начать гнаться за людьми и даже кусаться. Если не хотите, чтобы на вас напала злая птица, просто держитесь от казарок подальше. И в дикой природе, и в городах у белок очень много врагов. Их главные средства выживания – это скорость и ловкость. Как правило, белки не опасны, однако они все же дикие животные и могут вести себя непредсказуемо. Будьте предельно осторожны. Эти животные кусаются и являются переносчиками множества инфекций, например, бешенства. Чаще всего белки нападают на домашних животных и детей, но могут укусить и взрослого человека. Чтобы обезопасить себя любимого, держитесь позади питомцев и детей. Ладно-ладно, я просто шучу. Если вдруг увидите, что кенгуру встает на задние лапы, лучше оставить его в покое. Животное видит вас с угрозой и таким образом предупреждает. Кенгуру – профессиональные боксеры, и у них очень мощные ноги и длинные когти. Чтобы увеличить силу удара, животные подпрыгивают в воздухе. Учтите, так они могут сломать человеку кость. У утконоса нет зубов, а питается он в основном насекомыми и моллюсками. Это один из двух видов млекопитающих, которые откладывают яйца. Не стоит недооценивать этих странных существ. Лапы самцов утконоса оснащены острыми шипами, яда которых хватит, чтобы убить собаку. Большую часть жидкости коалы получают из листьев эвкалипта, а защищают животных их острые зубы и когти. Если вы вдруг слишком крепко обнимете коалу, она может вас поцарапать и занести в рану инфекцию. Еноты могут с легкостью адаптироваться к любой местности. Как правило, они не нападают на людей, но могут нанести вред вашему дому и чем-нибудь вас заразить. Они готовы на все, чтобы раздобыть себе еды и постоянно роются в помойках и гнездах птиц. Там-то животные и подхватывают разные инфекции. Помимо всего прочего, раны, нанесенные енотом, довольно долго заживают. Если вдруг бобр решит, что вы представляете угрозу для его плотины, он начнет хлопать по воде хвостом. Если вы проигнорируете этот сигнал, животное может пустить в ход свои острые зубы. Так что лучше держаться от бобров подальше и не подходить к их плотинам. Большую часть времени выдры проводят, плавая на спине. Как правило, они оставляют вокруг много мусора в виде рыбных объедков, которые привлекают насекомых. А как вы знаете, насекомые являются переносчиками всевозможных болезней. Кроме того, у выдр очень острые зубы, которые они в любой момент готовы пустить в ход. Казуар – самая опасная птица на планете. Некоторые особи могут весить как взрослый человек. К тому же у казуаров мощные ноги и острые когти. Если такая птица погонится за вами, она сможет развить скорость до 48 км в час. К счастью, казуары предпочитают не ввязываться в драки. Однако, если не хотите, чтобы на вас напали, держитесь на расстоянии и не провоцируйте этих гигантов. Поняли? Отлично! Видите эти маленькие кунусообразные земляные домики, похожие на мини-вулканы? Муравьи – маленькие безобидные существа, не обращающие на нас никакого внимания и занятые своей повседневной тяжелой работой. Если только речь идет не об австралийских муравьях-бульдогах, от которых лучше всего бежать без оглядки. Эти насекомые – одни из самых страшных существ в мире. Их огромные шипастые челюсти созданы для того, чтобы хвататься за любого, кто сегодня окажется их обедом. Их обычный рацион включает в себя жуков, гусениц, мух или даже ос, пауков и лягушек. Эти муравьи охотятся на все, что только может оказаться в пределах их досягаемости. Они умны, свирепы и с легкостью вытесняют своего главного конкурента – плоских пауков-охотников, наполняя их гнезда ветками и листьями. Такие манипуляции действительно заставляют паукообразных ретироваться, оставляя муравьям больше еды. Но их опасные жвалы – не единственное, на что нужно обращать внимание. Они используют челюсти, чтобы удерживать еду, врага, вашу кожу, но в то же самое время вводят внутрь свое ядовитое жало. И это не то же самое, что укус пчелы. Они могут использовать яд несколько раз, абсолютно безопасно для себя. Так что остерегаться нужно именно жало, а не укуса. Впрочем, укус тоже не из приятных. Почувствовав опасность, муравей выпускает в воздух химическое вещество, чтобы предупредить остальных. Если вы оказались слишком близко к колонии, оттуда сразу выскочит целая бригада, готовая тут же на вас наброситься. Кроме всего прочего, у муравьев-бульдогов отличное зрение. Они быстрые и могут даже прыгать. А еще они довольно большие, длиной со спичку. Так что лучше держаться от них подальше. Кстати, опасности могут подстерегать вас не только под ногами. Смотрите в оба! Прямо на вас летит африканизированная пчела. Это насекомое – лабораторный эксперимент, в котором что-то пошло совершенно не так. Все началось в 50-х. Цель – создать пчелу, которая производит больше меда. Метод – скрещивание африканского вида медоносной пчелы с группой европейских. Результат – свирепая пчела, более агрессивная, чем большинство типов, и с усиленными защитными рефлексами. Поначалу все шло хорошо. Но из-за какой-то лабораторной оплошности более 20 колоний этих монстров вырвались на свободу. Они распространились по всей Южной Америке и на Северном континенте. Говорят, этим пчелам не нравится, когда кто-то приближается к их дому ближе, чем на 4,5 метра. Это половина длины автобуса. И тогда они все вместе вылетают на его защиту. Около 10 тысяч сердитых пчел полетят прямо к нарушителю границы. Они будут преследовать злоумышленника на расстоянии длины четырех футбольных полей. Надеемся, у вас хватит выносливости, чтобы убежать от них. А еще есть огромные пчелы. Азиатский гигантский шершень. Самый большой из них, размером примерно с ваш большой палец, и он в 20 раз больше обычной медоносной пчелы. Эти шершни питаются медоносными пчелами, осами, богомолами и даже другими шершнями. В погоне за едой они развивают скорость до 40 километров в час, и прогнать назойливого человека для них совсем не проблема. Их жало достаточно длинное, чтобы проткнуть защитный костюм пчеловода. Говорят, бывали случаи, когда эти шершни распыляли свой яд прямо в глаза незваным гостям. Давайте отдохнем от летающих ужасов и отправимся на пляж. Впрочем, поездка по сбору ракушек может закончиться настоящим кошмаром, если случайно подобрать конусообразную улитку. Охотясь или защищаясь, эти улитки выстреливают игольчатым гарпуном прямо через заостренный конец своей раковины. Всего лишь крошечной капли его яда хватит на 10 взрослых. А противоядия от него до сих пор не существует. Перед вами обладатель самого мощного в мире яда среди морских обитателей – куба-медуза. Это довольно крупное существо длиной примерно с человеческое предплечье. Конечно, не считая его длинных щупалец. Ее очень трудно заметить, ведь она прозрачная. Медуза хватает добычу сразу всеми ядовитыми щупальцами. Их яда вполне хватает на 60 взрослых. Немногие могут похвастаться тем, что выжили после встречи с этим плавающим желе. Да, кстати, ваш задний дворик вовсе не безопаснее морских просторов. Пока вы будете чистить сарай, берегитесь коричневого паука-отшельника. Они совсем небольшие и обычно не вырастают размером больше средней монеты. Но в этом-то и проблема. Можно легко заметить тарантула, что-то безвредного, который ползет в вашу сторону. А вот коричневого отшельника вы не увидите, пока не станет слишком поздно. Сначала укус безболезненный. Некоторые даже и не подозревают, что их укусили. Но как только паук вонзает вас в свои клыки, его яд начинает делать свою грязную, но бесшумную работу. Спустя 3-8 часов на месте укуса появляются покраснения и отек. Затем начинается жжение, и оно усиливается. Последствия от укуса обычно заканчиваются через 5 дней, но в редких случаях эффект может продолжаться до 3 месяцев. Даже хорошо знакомые вам насекомые могут быть весьма опасными. Вот как эта муха, жужжащая у вас на кухне. Знаете, где она, скорее всего, побывала прежде, чем прилететь к вам? Скорее всего, успела посидеть на мусорном контейнере. Затем побывала в общественном туалете, где с удовольствием прогулялась по грязному полу, стенам и сиденьям унитаза. Наверняка она посетила коровье пастбище и летала в зоопарк. В общем, была во всех самых грязных местах. А теперь прогуливается по прекрасной вазе с фруктами, которую вы выставили на всеобщее обозрение. И какие бы микробы после всех этих прогулок не сидели на этой мухе, теперь они на вашей еде. И все эти бактерии являются причиной разных заболеваний. Так что убирайтесь почаще и не пускайте мух. А теперь взгляните поближе на божью коровку, которая ползает у вас дома. Может быть, это совсем не то, что вы думаете. Азиатская божья коровка скорее желто-оранжевая, чем красная, как все обычные божьи коровки. Можно только определить разницу, если у нее есть М-образное пятнышко на голове. Если так, то это вовсе не безобидная божья коровка. Азиатские божьи коровки были завезены в Северную Америку и Европу из Азии. Они должны были бороться с паразитической тлей. Но этот план провалился, звучит знакомо. И насекомое само превратилось в паразита. Их было так много, что они практически вытеснили классическую божью коровку. И они не только кусаются, но и выделяют вонючую желтую слизь, которая может испачкать стены или любую другую поверхность, по которой они ползают. Гусеница бабочки Бражника Леандровой больше похожа на паука. Ее торчащие из ее боков щупальца, напоминающие руки, покрыты ядовитыми волосками. Одно прикосновение к ней может вызвать болезненное раздражение. Если вы обнаружите, что по вам ползет какая-то пушистая гусеница, не убирайте ее пальцами. Возьмите пинцет. Если ей удастся ужалить вас, аккуратно наложите пластырь на участок и снимите его так, чтобы удалить все вонзившиеся в это место волоски. Нельзя использовать один и тот же пластырь дважды, иначе есть вероятность того, что вы заново занесете в рану волоски, прилипшие к пластырю. Промойте участок с мылом и водой, а при необходимости используйте крем от зуда. Если вы находитесь в Северной Америке, остерегайтесь самых ядовитых скорпионов на континенте. Аризонские скорпионы обычно путешествуют стаями, так что если вы увидите одного из них, знайте, что где-то поблизости прячутся его товарищи. Они прекрасно ориентируются в темноте, поэтому могут видеть вас тогда, когда вы не подозреваете об их присутствии. Более того, они предпочитают ползать вверх ногами, а значит, могут прятаться прямо под столом, за которым вы сидите. Но некоторые жуткие существа практически невидимы для наших глаз. Они удобно устроились в траве и ждут, когда мимо пройдет их обед. О, смотрите, это ваша нога. Монстр хватается за вас и превращается в человеческую соковыжималку. Клещи, может быть, и маленькие, но именно это и делает их такими страшными. Они могут прятаться где угодно – в траве, в кустах, на земле, в листве. Практически невозможно почувствовать, как они по вам ползают, и их укус остается незамеченным. Клещи могут стать причиной очень серьезных заболеваний. Фуууу. Да, именно это слышит большинство тараканов во время любого свидания с людьми. Как и мухи, своими грязными ножками они облепляют все поверхности и, возможно, даже еду. Кстати, они могут кусать и людей, хотя подобные встречаются довольно редко Тараканы встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды Вот куда, похоже, надо переезжать Как вам такое? Жуткие и противные заползают прямо на вашу постель, когда вы крепко спите ночью И что еще хуже? Он обедает Прямо на вас! Клопы настолько известны, что в представлении не нуждаются Но удивительно, что они не считаются опасными для здоровья Хотя кому понравится быть покрытым маленькими красными укусами? Кроме того, не думайте, что эти насекомые обитают только в грязных домах Они с радостью заберутся в любую кровать любого дома, если представится такая возможность Термиты не кусаются и не ползают по вашей кровати И им нет никакого дела до того, какая у вас в доме хранится еда Они просто питаются вашим домом И делают это абсолютно незаметно Большинство людей даже не подозревают, что у них завелись термиты Пока не становится слишком поздно Именно тогда деревянные конструкции начинают терять свою прочность Как и от клопов, от них трудно избавиться И не думайте, что они живут только в стенах Они могут разместиться и в диване Да, прямо там, когда вы смотрите телевизор или дремлите Сладких вам снов! У осьминогов три сердца Два из них перекачивают кровь к жабрам А большее сердце обеспечивает циркуляцию крови по всему телу А еще у них девять мозгов Один, центральный и восемь мини-мозгов в каждом щупальце Поэтому они могут функционировать независимо Из-за этого центральный мозг посылает в щупальце сигналы более высокого уровня Что-то вроде «двигнись к той ближайшей расщелине, там может прятаться краб» У людей мозг направляет и контролирует каждое движение наших ног и рук А у осьминога щупальца действуют почти независимо на пути к расщелине Кроме того, они ощущают вкус с помощью присосок Поскольку их щупальца настолько независимо, осьминог не знает, где они находятся, пока их не увидит Человеческое тело обладает способностью, называемой проприоцепцией Благодаря этому мы знаем, где находится наша рука, даже если мы держим ее, скажем, за спиной 1816 известен как год, когда лето не наступило В апреле 1815 года на горе Тамбора в Индонезии Произошел мощный взрыв, который поднял в атмосферу огромные облака вулканического пепла Большая часть северного полушария была покрыта пеленой пыли и грязи, которая никак не оседала И в июне следующего года зима просто не закончилась Мороз испортил посевы, а снег и дожди продолжались в течение всего лета В Исландии можно увидеть одни из самых захватывающих пейзажей на нашей планете Зубчатые горы, фьорды, горячие гейзеры, ледяные поля, потрясающие пляжи с черным песком Такие, как пляж Рейнисфьяра Большая часть песка на пляжах обычно образуется из горных пород Которые разрушались из-за изменений погоды и эрозии на протяжении тысяч или даже миллионов лет На пляже Рейнисфьяра песок поразительно черного цвета И это из-за вулканической активности Лава из вулкана поднялась на поверхность, остыла, а затем затвердела в Атлантическом океане Создав такой завораживающий черный оттенок Хоть пляж и выглядит волшебно и потрясающе, его высокие волны представляют большую опасность Маленькие волны там объединяются в одну большую Это явление возникает, когда океанские течения сталкивают волны вместе Или, как в случае с этим пляжем, когда такие волны исходят от прибрежного подземного утеса И получают еще более сильный притягивающий эффект Учитывая низкие температуры океана, лучше просто делать фотографии с безопасного места Некоторые деревья разговаривают друг с другом Конечно, не так, как люди, но деревья акации в африканской саванне могут предупреждать друг друга о приближающейся опасности Когда животные, например антилопы, объедают его листья, дерево сразу же начинает вырабатывать больше танина, который для животных токсичен А еще оно выделяет особый тип газа, который распространяется по воздуху и предупреждает другие деревья о том, что им тоже нужно защищаться Вы любуетесь звездами в спокойную ночь, и вдруг ночное небо прорезает вспышку яркого света Падающая звезда Круто! Но на самом деле это не звезда А метеоры, которые представляют собой небольшие куски пыли и камня, движущиеся в космосе Когда они проходят через нашу атмосферу, то вызывают трение Когда одна вещь трется, а другую Вот поэтому они и светятся Трение нагревает метеоры, когда они пролетают через атмосферу И тепло заставляет их светиться до того момента, пока они не сгорают и не превращаются в то, что мы называем падающей звездой Закаты в пустынях очень красивы, из-за впечатляющих и совершенно невероятных цветов Солнечный свет состоит из разных оттенков цветового спектра Когда солнце находится в зените, цвета смешиваются вместе, и мы видим их белыми Но по мере того, как солнце опускается ниже, его лучам приходится проходить через более толстые слои атмосферы Затем атмосфера рассеивает свет с более короткими длинными волн Например, синим и фиолетовым Вот почему более длинные оранжевые и красные длины волн выделяются В городских условиях из-за грязного воздуха цвета заката становятся более тусклыми, чем в других местах Чистый воздух в пустынях позволяет ярким краскам, исходящим от солнца, просвечивать в сумерках Кроме того, водяной пар и насыщенные дождем облака могут приглушать оттенки заката А когда дождя нет, тонкие облака фильтруют и отражают солнечный свет, а не блокируют его Бамбук растет очень быстро и является самым быстрорастущим растением на Земле За один день он может вырасти на метр Он встречается в густых лесах, где на Землю попадает мало света А это значит, что бамбук испытывает сильное давление и стремится как можно быстрее достичь солнечного света Подземный стебель соединяет побеги бамбука с родительским растением Поэтому побегу не нужны листья, пока он не достигнет полной высоты Кроме того, бамбук растет быстрее, чем другие растения, потому что он не тратит время и энергию на выращивание колец, которые утолщают стебель Это тонкая полая палочка, растущая прямо вверх У некоторых больших деревьев небольшая корневая система, которая уходит в Землю всего на 25 сантиметров Корни нуждаются в кислороде и воде, которые можно найти в специальных подземных карманах Порох почвы Когда у дерева идеальные условия влажности и почвы, оно может пускать корни глубже под поверхность и получить то, что нужно Но в большинстве случаев условия не идеальны, учитывая скальные породы, камни и плотную почву Такие препятствия также мешают корням расти и получать необходимый кислород Поэтому, когда жизнь становится трудной, дерево выберет более легкий вариант Его корни будут держаться близко к поверхности и расходиться в разные стороны Условия засухи – еще одна причина, по которой у деревьев может быть небольшая корневая система У поверхности они могут собирать большую часть осадка Растения большую часть времени подвергаются воздействию солнечного света, но они не получают солнечных ожогов Они появились на суше около 700 миллионов лет назад И для выживания им нужна была защита от ультрафиолетовых лучей, исходящих от Солнца Водные растения были защищены морской водой Ультрафиолет вызывает солнечные ожоги, поэтому земные растения разработали специальный белок, который его обнаруживает Этот белок посылает сигналы клеткам, чтобы защитить растения от повреждений и воздействия ультрафиолета Это как свой собственный натуральный солнцезащитный крем, но он не гарантирует 100% защиту Есть мнение, что полив растений под полуденным солнцем может вызвать у них солнечные ожоги Некоторые думают, что капли воды действуют как крошечные линзы Но этого мало, чтобы сфокусировать солнечный свет от капель воды на поверхность листа Просто их солнцезащитный крем не дает им полной защиты И слишком сильное воздействие ультрафиолета повреждает клетки листьев и коры большинства растений Ядро Земли такое же горячее, как поверхность Солнца Можно подумать, что оно может легко расплавить всю нашу планету Тем более, что ядро находится всего в 3000 километров от поверхности Если бы Солнце было так близко, мы бы превратились в картофель фри Однако центр Земли окружен каменной мантией Кора, по которой мы ходим, плавает на этой мантии и защищает нас Если бы Солнце приблизилось к нам на такое расстояние, нас бы ничего не спасло Чтобы расплавить планету, нужно куда больше энергии, чем тепла в ее ядре Как вы думаете, кто победит? Голодный гризли? Или спелая ягода? Разъяренный тигр? Или красивый цветок? Огромный питон? Или зеленый куст? Ответ не так очевиден Сейчас вы увидите, кто на самом деле контролирует джунгли и леса Познакомьтесь с самыми опасными растениями на Земле Это вех, он растет на заболоченных участках полей и лугов в средней полосе Также это растение можно встретить на берегах рек и ручьев Оно кажется безобидным, но это одно из самых ядовитых растений в Северном полушарии Токсины веха могут вызвать критические повреждения у взрослого человека за 15 минут Но только если вы его проглотите Многие путают его с артишоком, сельдереем и анисом Несмотря на опасный яд, веха используют для лечения мигрени и кишечных заболеваний Это растение нанесло большой ущерб домашнему скоту А гератина, высочайшая, растет на полях и пастбищах Когда корова кусает это растение, оно выделяет жирорастворимый токсин Этот яд попадает не только в тело животного, но и в молоко Телята, которые пьют молоко, также заражаются А отравленное молоко опасно и для людей Проблема в том, что это растение распространено в Северной Америке Один из самых живучих осенних цветов На современных фермах яд агератины не так опасен Но небольшим частным пастбищем он все еще создает огромные проблемы Мы знаем два вида бобов Те, которые мы едим, и те, которые использовал Джек, чтобы попасть в царство великанов Но кроме них есть еще и ядовитые Они называются касторовыми бобами Они содержат один из самых опасных токсинов в мире – рецин Как только он попадает в организм, он блокирует производство белков, необходимых для жизни Без этих белков клетки перестают функционировать Чем больше клеток разрушено, тем больше страдает организм Касторовый боб выделяет рецин при сжатии Несколько бобов могут вызвать обезвоживание, слабость, галлюцинации, судороги и другие проблемы Семи бобов достаточно, чтобы нанести критический ущерб Поэтому запомните, как они выглядят И никогда не трогайте их, если встретите в лесу Одно из самых красивых растений на планете Также является одним из самых опасных Это олеандр В нем ядовито все – и стебель, и корень, и розовый цветок Даже крошечный кусочек этого растения может привести к тяжелому отравлению Для того, чтобы создать серьезные проблемы, ему не обязательно попадать в желудок Одно только прикосновение к соку цветка вызывает аллергию И не пытайтесь его сжечь, так как дым горящего олеандра тоже обладает токсическим действием А теперь о самом коварном растении в мире Прикосновение к нему принесет вам боль на несколько лет А если не повезет, вы будете ощущать последствия всю жизнь Растение гимпи-гимпи, также известное как жалящее дерево, внешне похоже на обычный куст Оно вообще не выглядит ядовитым Но если вы встанете рядом с этим растением, то почувствуете удушье, и глаза начнут слезиться На его листьях есть тысячи крошечных ядовитых волосков Они настолько легкие, что могут висеть в воздухе и разноситься ветром Поэтому, если захотите рассмотреть это растение, вам стоит надеть противогаз А если вы слегка прикоснетесь к гимпи-гимпи, проблемы вам гарантированы Некоторые сравнивают один его ожог с одновременным укусом 30 ос Ядовитые волоски легко проникают под кожу и вызывают раздражение и боль Проблема в том, что вы не можете их извлечь Помойтесь водой с мылом, воспользуйтесь дезинфицирующей мазью И вы увидите, что ситуация только ухудшается Избавиться от волосков нельзя Они остаются в коже, выделяя токсины и сводя вас с ума Противоядия нет, потому что ученые до сих пор не знают, из каких компонентов состоит токсин Он выдерживает холод и жару Неприятные ощущения могут длиться несколько часов, дней и даже месяцев Люди, которые прикасались к этому растению, говорили, что боль от укуса возвращается через несколько лет Раз избавиться от волосков невозможно, то единственный выход – ждать, пока они потеряют свою токсичность Но здесь возникает другая проблема Вы можете сорвать один лист гимпи-гимпи в перчатках и отправить в лабораторию, высушить его и забыть о нем на несколько лет И вот он лежит перед вами, маленький и засохший Он кажется безобидным, но это не так Даже через много лет ядовитые волоски остаются на поверхности листа и по-прежнему вызывают токсическое действие Гимпи-гимпи растет только в Австралии Он любит солнце и густые заросли Раньше это растение представляло серьезную опасность для туристов и лесорубов Но теперь все места с ним помечены предупреждающим знаком На ботанических выставках ученые помещают гимпи-гимпи в клетку, чтобы люди его не трогали Четочник молитвенный может иметь белые семена с черным глазком или черные семена с белым глазком Это растение встречается в Африке, Азии, Австралии и в регионе Тихого океана Некоторые виды были завезены во Флориду и на Гавайи Вы можете увидеть это растение даже на городских улицах Семена четочника используют в ювелирных изделиях и некоторых игрушках Люди, которые носят браслеты из четочника, вероятно, не знают о токсичности его семян Как и касторовый боб, он способствует разрушению клеток Интересно, что семена этого растения используются не только в качестве украшений, но и для лечения некоторых болезней Это единственное ядовитое растение из списка, которое выглядит ядовитым Вы не захотите брать его в руки, когда заметите Видите красный стебель, который больше похож на артерию или увеличенную нервную систему А ягоды напоминают глаза Воронец толстоножковый, он же кукольный глаз, выглядит жутковато Его свойства также неприятны, как и внешний вид Кукольный глаз содержит опасный токсин Чем дольше он растет, тем более ядовитым становится Химикаты кукольного глаза оказывают успокаивающие действия на мышцы и сердце Это означает, что организм расслабляется настолько, что перестает работать Вы наверняка видели это растение в реальности или в фильмах о дикой природе Венерина мухоловка – редкий представитель плотоядных растений К счастью, она не так опасна для человека, как для насекомых Но не стоит совать в нее палец Итак, вот как все работает Растение открывает рот Внутри находится красный лепесток с привлекательным ароматом Это приманка Муха или другое насекомое замечает ее, решает попробовать и забирается внутрь цветка Венерина мухоловка закрывается не сразу Крошечные чувствительные волоски внутри растения считают движение мухи Если муха делает больше двух движений за 20 секунд, через долю секунды растение захлопывает свой рот Эта задержка нужна, чтобы мухоловка не закрывалась впустую, когда туда попадает мусор И вот муха оказывается в ловушке Щетинки на челюстях растения работают как клетка Добыча не может выбраться Венерина мухоловка впрыскивает в рот пищеварительный сок, который уничтожает муху Через 5-12 дней растение снова открывается и ждет новую жертву Венерина мухоловка может питаться мухами, жуками, пауками и даже маленькими лягушками Борщевик мантыгатцы Это растение, которое наносит самый большой ущерб Оно опасно не конкретно для одного человека, а для целых лесов и полей Борщевик мантыгатцы – инвазивное растение Оно подобно паразиту Быстро размножается и уничтожает другую растительность в округе Насекомые не питаются борщевиком Людям сложно его уничтожать, поскольку он вызывает аллергическую реакцию на коже Он быстро растет, невосприимчив к ядам и долго живет Борщевик мантыгатцы может достигать высоты одноэтажного дома и глубоко укореняться в земле Он выпускает свои семена и легкий ветерок разносит их на многие километры Ученые пока не придумали эффективный способ борьбы с ним В природе нет ничего, что могло бы победить борщевик Ну, пока нет Природа и эволюция всегда находят баланс Пурпурный закат Вы наверняка видели такой хотя бы раз в жизни Обычно в нем нет ничего зловещего И связан он с тем, как распространяется свет Свет, который производит Солнце, белый Когда он проходит через призму, вы видите световые волны разных цветов От красного и оранжевого до синего, зеленого и индиго Свет обычно движется по прямой линии, если на его пути нет препятствий Более короткие световые волны, включая синие и фиолетовые, легче рассеиваются, когда встречаются с препятствиями, например, с молекулами и аэрозолями в атмосфере Поскольку на закате и восходе Солнце находится низко над горизонтом, его свету приходится проходить через большое количество молекул, которые рассеивают фиолетовый и синий свет В результате ваши глаза воспринимают желтый, оранжевый и красный цвета Но при правильных условиях вы можете увидеть великолепное фиолетовое небо Иногда фиолетовое небо появляется по гораздо более пугающим причинам Оно может быть вызвано ураганами, лесными пожарами или пыльными бурями Концентрация порог в воздухе увеличивается и свет рассеивается сильнее, чем обычно Пыль, заходящее Солнце и низкая облачность также способствуют этому природному зрелищу В сумерках небо становится оранжевым и красным, если света еще достаточно Затем оно дает розовые оттенки, которые смешиваются с темно-синим небом над головой А теперь вспомните, что происходит, когда вы смешиваете розовый и синий Получается фиолетовый цвет Не каждый ураган делает небо фиолетовым И пытаться предсказать, произойдет ли это, все равно, что пытаться предсказать радугу Тем не менее, люди сообщали, что несколько крупных ураганов заставили небо стать фиолетовым Зеленое небо выглядит так же эффектно, как и фиолетовое И оно буквально кричит об опасности Обычно оно говорит о том, что где-то рядом гроза, град или торнадо Уникальный цвет – это результат смешения желтых лучей солнца с синим светом, исходящих от грозовых облаков Вы наслаждаетесь прекрасным днем на берегу океана Свежий бриз играет с вашими волосами Как вдруг вы замечаете, что вода начинает отступать от берега с огромной скоростью Это знак, что нужно бежать как можно быстрее и дальше от пляжа Скорее всего, цунами уже на подходе Быстрая реакция увеличит ваши шансы на выживание Если вы заметили, что уровень моря поднимается, но не слишком резко Это может быть еще одним признаком приближающегося цунами Такое происходит в 40% случаев И прибывающая вода – это первая волна цунами Следующая, гораздо более крупная и опасная, обычно следует примерно через 10 минут Еще одна особенность цунами в том, что они сопровождаются громкими звуками Люди описывают их как гром, звук локомотива, вертолета или просто резкий бум Видите канал неспокойной воды у берега? В ваших интересах не купаться в этом месте Под поверхностью скрывается отбойное течение, которое может быть очень опасным Иногда волны ударяются о берег странным образом, что приводит к образованию таких течений Вы можете увидеть странный излом в волнах Или участок, цвет которого отличается от цвета остальной воды Кусочки водорослей, разлетающиеся во все стороны Еще один знак, предупреждающий о отбойном течении Если вы попадете в него, постарайтесь держаться на плаву Но не плывите против течения Вы только зря потратите драгоценную энергию Кричите о помощи и пытайтесь плыть вдоль берега Как только вы вырветесь из течения, плывите к берегу по диагонали В следующий раз, когда увидите в небе облака конической формы Помните, что сейчас самое время искать укрытия Если они статичны, надвигается сильная гроза Если же облако такой формы начинает вращаться Значит, оно вот-вот превратится в торнадо Если поблизости есть пчелы Они могут однажды спасти вас от больших неприятностей Эти трудолюбивые создания становятся более активными, чем обычно Когда чувствуют, что надвигается гроза Они ускоряются, чтобы собрать больше нектара до того, как погода испортится И, покончив с делами, они всегда возвращаются в улей за 10-15 минут до начала сильного дождя Даже если нет явных признаков его приближения Их секрет в сверхчувствительных волосках на спине Которые могут улавливать электростатические заряды от грозовых туч На протяжении веков люди замечали, что за несколько дней до крупных сейсмических событий Животные ведут себя странно Собаки лают без конца Коровы прекращают давать молоко А жабы, крысы и змеи покидают свои дома Похоже, животные чувствуют начальные толчки, в отличие от людей Ученые пытались найти этому объяснение и проводили бесконечные тесты и эксперименты Они все еще не разгадали эту загадку Чувствуете запах озона в воздухе? Когда надвигается гроза, вы можете уловить его отчетливый и резкий запах Электрический заряд молнии высвобождает озон на большой высоте Другой, более приятный аромат дождя – это петрикор Дождевая вода пробуждает молекулы на растениях, деревьях, бетоне и асфальте Их аромат распространяется повсюду Вы даже можете почувствовать этот запах у себя во рту Положительные ионы в воздухе, которые высвобождают молния, смешиваются с озоном и вашей слюной Так появляется горьковатый металлический привкус Когда молния вот-вот ударит, вы можете услышать потрескивающие, жужжащие или вибрирующие звуки, исходящие от металлических предметов поблизости Ваши ладони могут вспотеть, а затем вы можете почувствовать, как волосы встают дыбом Это явный призыв к действию, и это действие – бежать, спасая свою жизнь Положительные заряды проходят через ваше тело, пытаясь дотянуться до отрицательно заряженной части грозы Не в ваших интересах, чтобы эти заряды встретились Если вы не видите укрытия, до которого можно быстро добраться, постарайтесь стать меньше окружающих вас предметов Опустите зонт и держитесь подальше от проволочных ограждений, металлических труб, рельсов и других металлических объектов И не ложитесь на землю, скорее всего, она мокрая и отлично проводит электричество Трещины на асфальте, которые вдруг появились рядом с вашим домом, могут предупреждать о карстовой воронке Осмотрите дом изнутри, не заедает ли дверь, или, может быть, в месте примыкания стен к потолку есть щель Неровные кухонные шкафы и ящики, кривой пол, лестница, которая начинает наклоняться Протекание воды после каждого дождя, смещенные плинтусы – все это признаки того, что вот-вот разверзнется воронка Чтобы выяснить, точно ли это воронка и насколько она опасна, необходимо обратиться в инженерную компанию Если вы обнаружили уже существующую карстовую воронку, держитесь от нее подальше Огородите ее, чтобы сделать менее опасной для других Устранить воронку смогут только профессионалы Некоторые вулканы кричат, когда собираются извергаться Небольшие землетрясения, которые часто происходят до извержения, производят гур В основном он не слышен человеческому уху Но иногда достигает частоты, позволяющей расслышать странный, грохочущий или шипящий звук, исходящий из земли Этот шум известен как гармонический тремор У некоторых вулканов это звук вибрации пузырьков магмы, когда они проходят через щели в земной коре Но так бывает не всегда Если ученым удастся понять, что именно вызывают вулканические крики Они смогут создать систему раннего предупреждения об извержении вулканов Находясь на природе, обращайте внимание на воду в ручьях и реках Если ее уровень быстро падает даже во время дождя Это может быть признаком грядущего оползня А если вы слышите слабый грохот или необычные звуки Например, стук валунов друг от друга Это может означать, что обломки уже движутся к вам Уходите в безопасное место прямо сейчас Вы, наверное, знаете, что микробы есть везде И человеку невозможно от них избавиться Эти крошечные существа тренируют нашу иммунную систему Мы становимся сильнее, когда наш организм постоянно сталкивается с бактериями И совершенствует свои навыки защиты Так что не переживайте слишком сильно при просмотре этого видео Добро пожаловать в одно из любимых мест бактерий и микробов Гостиничные номера Они кажутся такими чистыми, но в некотором смысле они опаснее, чем свалка На свалке все грязное, и вы боитесь к чему-либо прикоснуться А грязь в гостиничных номерах почти незаметна Здесь вас поджидают микробы И их очень много Итак, первые проблемы возникают уже в лифте Кнопки на панели кишат бактериями Предположим, что никто не протирает их дезинфицирующим средством В таком случае кнопки становятся ареной, где миллиарды микробов размножаются и пожирают друг друга Представьте себе обычный многоквартирный дом Там тоже есть лифты В доме живут одни и те же люди, которые передают одни и те же микробы, когда прикасаются к кнопкам лифта Ваш организм часто сталкивается с этими микробами и быстро вырабатывает необходимую защиту Но в отелях живут разные люди Парень из африканской страны может привезти бактерию, которая будет опасна для девушки из Норвегии И наоборот Поэтому после того, как вы дотронулись до кнопки, вымойте руки с мылом или дезинфицирующим средством Итак, вы выходите из лифта и идете к своей комнате Осторожно! Впереди еще одна горячая точка Видите дверную ручку? Микробы особенно любят там тусоваться Сколько людей до вас прикасались к ней? Как давно ее не мыли? Знаете ли вы, почему такая ручка опаснее, чем сиденье унитаза? Больше всего микробов скапливается на наших пальцах и ладонях Когда мы их не моем, мы переносим миллион бактерий с одного места на другое Прикасаясь к поверхностям различных предметов Советую прикоснуться к дверной ручке той же рукой, которой вы нажимали на кнопку в лифте А как только войдете в номер, помыть руки Хорошая новость в том, что персонал отеля убирает ванные комнаты и туалеты гораздо лучше, чем остальные помещения Так что здесь вы в относительной безопасности Но все же внимательно осмотрите углы ванной комнаты и кафель Если вы увидите черные пятна, значит там есть плесень Эта штука может вызвать аллергические реакции, такие как насморк и раздражение глаз Плесень довольно опасна, но персонал отеля обычно тщательно следит за этим Поэтому маловероятно, что вы найдете плесень в номере, если это не дешевый отель Вы же там не останавливаетесь? Кстати, знаете ли вы, что туалетная бумага в общественном туалете содержит больше микробов, чем крышка унитаза? Вы совершаете ошибку, если покрываете сиденье кусками бумаги Во-первых, многие люди прикасаются к ней, а значит переносят на нее бактерии Во-вторых, грязные брызги попадают на рулон, когда кто-то смывает воду в туалете Микробам комфортнее жить на мягкой бумаге, чем на твердой поверхности унитаза Поэтому не кладите бумагу на сиденье Если вы видите на рулоне металлическую или пластиковую крышку, вам повезло, так как рулон защищен от микробов После того, как вы сделали свое дело и тщательно вымыли руки, у вас есть два варианта Вытереть руки бумажным полотенцем или воспользоваться сушилкой Не важно, что вы выберете, в обоих вариантах много микробов Но если вы воспользуетесь сушилкой, бактерии разлетятся по всей комнате Поэтому лучше взять полотенце Вы выходите из ванной и оказываетесь в опасной зоне Не думайте, что все микробы безобидны Некоторые из наиболее распространенных в отелях бактерии вызывают кишечные инфекции Если вы не хотите провести остаток отпуска или командировки на унитазе Приготовьтесь к борьбе с колониями крошечных паразитов Первое, что вам нужно сделать, это вымыть стаканы и чашки с мылом Некоторые путешественники берут с собой собственные кружки Здравая идея! Затем оглянитесь вокруг и спросите себя Каким местам люди прикасаются чаще всего? Это пульт дистанционного управления телевизором, кофеварка, холодильник, дверные ручки, столы, фен и окна Расслабьтесь, вам не нужно делать уборку вместо персонала отеля Достаточно иметь влажные салфетки с мощным дезинфицирующим средством Протрите поверхность всех этих предметов Возможно, вы напрасно беспокоитесь и в отеле тщательно следят за чистотой номеров Или можете сказать менеджеру, что хотите, чтобы ваш номер убрали еще раз Итак, вы протерли все поверхности и ныряете в постель К сожалению, вы не единственный, кто отдыхает на этом мягком матрасе У вас есть огромная компания бактерий Конечно, стирка наволочек и постельного белья уничтожает микробы Но как быть с покрывалом? Скорее всего, его никто не стирает Удалить микробы с ткани очень сложно, поэтому вам лучше смириться Но вот с чем не стоит мириться, так это с клопами Если вы заметили на своем матрасе темные пятна, это скорее всего отходы жизнедеятельности клопов Вы ведь не едите? Не хочу портить вам аппетит Сами насекомые могут прятаться глубоко в матрасе Они способны спать там месяцами, а затем просыпаться, чтобы утолить голод Пока вы отдыхаете, они вылезают и кусают вас за ноги Если утром вы заметите на коже небольшие красные пятна, значит постельные клопы вас, ну, поцеловали Эти укусы не опасны У некоторых людей может возникнуть легкая аллергическая реакция в виде раздражения на коже Но проблема в том, что клопы могут попасть в вашу одежду или вещи И тогда вы принесете их домой Эти существа быстро размножаются Поэтому если вы не хотите, чтобы в вашем доме появилась колония кусачьих клопов Перестираете свою одежду, почистите чемодан и сходите в душ Но перед этим попросите менеджера отеля вернуть вам деньги, потому что клопы – это неприемлемо Кстати, даже если в номере все чисто, это не значит, что в нем нет клопов Возможно, их принесли предыдущие постояльцы Итак, на вашей кровати нет черных пятен, и вы протерли все опасные поверхности Отлично, вы в безопасности Но старайтесь ходить по полу в тапочках или толстых носках Так как пол – это тоже источник грязи Вы проводите несколько ночей в гостинице и, наконец, возвращаетесь в чистое и безопасное место Свой дом К сожалению, в вашем доме также может быть много микробов, которых вы не замечаете Вы любите веселиться с друзьями и играть в видеоигры? А помните ли вы, когда в последний раз чистили геймпад? Все ваши друзья держали его в руках, а значит, вы собрали там все их микробы Кухонная разделочная доска Как тщательно вы ее моете? Недостаточно просто сбрызнуть ее водой Особенно, если вы режете мясо и овощи Вы можете порезать кабачок, и его микробы прилипнут к поверхности Затем вы быстро моете доску и ставите ее на место Но микробы никуда не исчезли Они по-прежнему прикреплены к поверхности и ждут, когда вы нарежете хлеб Затем они перепрыгнут на еду и попадут в ваш желудок Как там ваш аппетит? Все еще хороший? Еще одно опасное место Губка для мытья посуды Даже если вы используете хорошее моющее средство, там все равно скапливаются микробы Лучший способ избавиться от них – менять губки раз в неделю А сейчас вы увидите рай для бактерий Место с идеальной прохладной температурой и большим количеством продуктов От свежих до испорченных Это ваш холодильник Туда вы кладете продукты, которые приносите из супермаркета Сотни людей могут прикасаться к ним руками, оставляя миллионы микробов Поэтому не забывайте мыть холодильник А также держите любое место подальше от упакованных продуктов Потому что микробы на сыром стейке быстро размножаются Возможно, вы теперь переживаете о своем здоровье Если так, вспомните начало ролика Микробы тренируют наш иммунитет Мы часто оставляем в машине ценные вещи или плитку шоколада Но есть то, чего оставлять не следует Вот на что следует обратить внимание, прежде чем выходить из машины Номер 1. Аэрозольные баллончики Лак для волос, дезодорант, аэрозольная краска, чистящие средства и тому подобное На обратной стороне у них есть рекомендации по температуре хранения Эти баллончики находятся под давлением И они очень чувствительны к температуре Их содержимое может расширяться Это приведет к образованию трещин И баллончик взорвется Температура выше 48 градусов уже вызывает тревогу А в теплый летний день Вашей машине может стать очень жарко Исследователи выяснили Сколько времени требуется автомобилю, чтобы нагреться в жаркий день За один час температура в машине, припаркованной на солнце, достигает 35 градусов или выше И в среднем даже доходит до 46 Итак, если вы хотите, чтобы с вашей машиной все было хорошо Забирайте с собой аэрозольные баллончики Номер 2. Солнцезащитный крем Он жизненно важен для кожи Так как снижает риск кожных заболеваний И предотвращает негативное влияние на кожу Из-за воздействия солнца Появления морщин, дряблости И пигментных пятен Но если оставить крем в машине То из-за воздействия высоких температур Срок его годности станет меньше Испорченный крем Можно распознать по странному запаху Кроме того, из-за высокой температуры Крышка крема может открыться И содержимое разольется по всей машине Это относится также к губным помадам И другой косметике Затем идут пластиковые бутылки Есть две причины, по которым нельзя оставлять их в машине Во-первых, пластиковая бутылка с водой Может работать как линза Увеличивающая солнечные лучи И вызывающая огонь Пожарные провели эксперимент И подтвердили, что опасность пожара Вполне реальна, если луч света Будет достаточно сфокусирован Вторая причина связана со здоровьем Многие пластиковые бутылки Содержат бисфенол Потенциально токсичное соединение При высоких температурах Его уровень может повышаться А это очень вредно для организма И если пластиковую бутылку Оставить в машине надолго То это вещество Может попасть в воду О, и батарейки Если оставить их в автомобиле То они могут потерять способность Работать на полную мощность Конечно, можно купить новые И устранить эту проблему Но это может быть и вредно для здоровья Потому что аккумуляторная кислота Опасна при вдыхании И вызывает сильную коррозию Причина утечки Опять же связана с высокими температурами Производители батареек Рекомендуют хранить свои изделия При комнатной температуре Этот факт немного связан с батарейками Речь пойдет об электронике Как думаете, насколько горячим может стать телефон Если он будет лежать на солнце? Представьте, что вы ведете машину И смотрите на навигатор в телефоне Даже в этой ситуации телефон может нагреться А что будет после нескольких часов пребывания на солнце? Итак, электронику в машине лучше не оставлять Потому что она может отключиться Выйти из строя И даже взорваться Личные вещи тоже лучше не забывать На ум сразу приходит кошелек или сумочка Но паспорта Или даже какой-нибудь мелочи На пассажирском сидении Может быть достаточно, чтобы привлечь вора Лучше держать такие вещи подальше от посторонних глаз Например, в багажнике Жизнь бывает слишком насыщенной Поэтому понятно, что у вас может не быть времени На чистку машины Но оставлять в машине мусор – это большая ошибка Воры, как правило, ищут грязно выглядящие автомобили Полагая, что владелец редко пользуется таким транспортным средством А как насчет растений? Да, это бывает не так уж и часто Но лучше их в машине не передерживать Из-за жары в автомобиле они могут быстро завянуть Лекарства Тоже не должны лежать в машине слишком долго Постоянное изменение температуры в автомобиле Может снизить эффективность таблеток Большинство лекарств рекомендуется хранить При температуре от 15 до 25 градусов В сухом и хорошо проветриваемом месте Важные документы с личными данными Тоже не следует оставлять в автомобиле Например, налоговые формы Финансовые отчеты И школьные выписки Мошенники могут использовать эту информацию В преступных целях Что касается еды и напитков Не рекомендуется оставлять продукты или остатки еды в теплой машине более чем на 2 часа Или только на час, когда температура превышает 30 градусов То же правило действует и зимой Консервированные продукты тоже портятся Если в машине замерзнет банка зеленого горошка То эффект будет похож на то, что произошло бы с газировкой Дайте ей оттаять в холодильнике И не оставляйте при комнатной температуре Если продукт выглядит или пахнет ненормально Выбросьте его туда, где его не смогут найти даже животные И не пробуйте на вкус Если банк окажется ржавой или с трещинами То ее тоже лучше выбросить Еще один пример – яйца Их не следует замораживать Но допустим, вы забыли пакет с продуктами в машине А ночью было так холодно, что яйца замерзли Перед употреблением положите яйца в холодильник Единственный вариант – сварить их вкрутую Из-за заморозки желток становится густым и похожим на сироп Он теряет свою естественную текучесть И плохо смешивается с другими ингредиентами Очевидно, что в машине нельзя оставлять своих питомцев И не только из-за потенциального повышения температуры Без вас, их лучшего друга, они будут чувствовать себя неуютно В отчаянии они могут сделать что-то, чтобы их заметили Например, испортить интерьер автомобиля Давайте вернемся к зимнему сезону По возможности, держите бензобак автомобиля заполненным более чем наполовину Это предотвратит замерзание бензопроводов А еще это облегчает запуск двигателя Кроме индикатора расхода топлива, не забывайте следить и за давлением в шинах Из-за холода они могут начать сдуваться Некоторые вещи могут портиться не только из-за жары Но и из-за холода Например, банки с краской Зимой их просто нельзя оставлять в автомобиле Ингредиенты в краске могут расширяться, разделяться и слепаться Другими словами, эту краску останется лишь выбросить Погода влияет и на деревянные музыкальные инструменты Такие как скрипки или гитары Изменения температуры и влажности могут привести к деформации или трещинам Колебания температуры влияют и на очки В жару пластиковая оправа может погнуться А при холоде пластик станет ломким Из-за этого хрупкость очков увеличивается Не оставляйте в машине ключи от дома и пульт для открывания гаражных ворот Так делают многие, но это рискованно Они могут попасть не в те руки Чтобы слушать музыку, многие подключают к автомобилю телефоны или слушают радио В наши дни компакт-диски используются все реже Но в любом случае не оставляйте их в машине Они могут деформироваться и испортиться Как думаете, какие еще вещи нельзя оставлять в машине? Вы привыкли подбирать попутчиков во время долгих поездок? Возможно, вам стоит узнать о дорожном мошенничестве Когда фальшивые автостопщики обманывают ничего не подозревающих водителей Обычно мошенничество начинается с того, что человек, выдающий себя за автостопщика, Останавливает машину на обочине дороги Он может сказать, что ему нужно в соседний город или поселок В некоторых случаях автостопщик просит остановиться в определенном месте Например, на заправке или в магазине, где он исчезнет с деньгами или другими ценностями водителя Это мошенничество бывает и групповым Когда компания людей подкарауливает машину и просит их подвезти А когда машина трогается, пассажиры угрожают водителю и крадут деньги, ценности или даже саму машину Важно знать об этом мошенничестве и всегда быть на стороже, подбирая попутчиков Лучше всего не давать деньги или другие ценные вещи тому, кто утверждает, что его нужно подвезти И никогда не останавливаться в небезопасном или незнакомом месте Автостопщики – не единственная причина, по которой вы можете попасть в беду на дороге Кусок сыра – это не то, что вы ожидаете найти на припаркованном автомобиле, да? И он может свидетельствовать о чем-то очень опасном Одна женщина рассказала о подобном случае в интернете Сначала она подумала, что ее просто разыграл соседский подросток И попросила подругу помочь с уборкой Но как только две женщины начали оттирать растаявший сыр с лобового стекла Они увидели неподалеку что-то странное Белый фургон, в котором сидели мужчины И пристально наблюдали за происходящим Женщина была не одна Поэтому решила, что вполне безопасно закончить уборку Хотя ей и было неприятно внимание Подругам потребовался почти час, чтобы соскоблить сыр, который расплавился под воздействием жара Возможно, это была тактика ограбления Большинство людей были бы настолько сосредоточены на уборке Что оставили бы без внимания ценные вещи в машине Например, сумку, кошелек или даже недавние покупки Или что еще хуже, это была стратегия похищения? Липкий сыр мог бы настолько отвлечь водителя Что он не заметил бы приближающихся к нему подозрительных личностей И вовремя среагировать Главный вывод из этой истории Если вы когда-нибудь увидите кусок сыра на своем автомобиле Оставьте его там, если он не загораживает обзор и не влияет на вождение Самое безопасное – заняться уборкой дома Или отвезите машину на ближайшую автомойку Там знают, как очистить что угодно, не испортив краску Конечно, сыр мог появиться на капоте и случайно Но некоторые мошеннические схемы более очевидны Как, например, следующий распространенный метод похищения автомобилей Если вы заметите футболку или толстовку, лежащую на лобовом стекле Или намотанную на щетке стеклоочистителя Не спешите ее убирать Вероятно, эту вещь положили специально, чтобы отвлечь вас, пока вашу машину угоняют Уезжайте как можно быстрее и ищите безопасное место, где светло и много людей Там вы сможете без риска снять любой предмет, который оказался на вашем автомобиле Некоторые даже находили деньги под щетками стеклоочистителя Легко предположить, что у тех, кто их там оставил, были дурные намерения Существуют методы, которые помогут снизить вероятность угона вашего автомобиля Когда паркуетесь, держите шины повернутыми к обочине Если колеса вашего автомобиля находятся в таком положении, воры с меньшей вероятностью смогут уехать Они увидят, что для перемещения вашего автомобиля потребуется больше времени и энергии И он сразу станет менее привлекательным К сожалению, мошенничество на дорогах встречается довольно часто И один из самых распространенных видов – это схема с эвакуаторами В этом случае злоумышленники оставляют на дороге масло, металлические гвозди или осколки стекла И ждут, когда водитель попадет в ловушку Если в такой ситуации ваш автомобиль будет поврежден Мошенники внезапно появятся из ниоткуда И предложат услуги эвакуатора по чрезвычайно высокой цене Они попытаются оказать на вас давление, чтобы вы воспользовались их услугами Поэтому чаще всего они размещают эти ловушки в тщательно продуманных местах Они делают так, чтобы люди оказывались в затруднительном положении В условиях плохой видимости и далеко от заправки Где можно было бы оценить ущерб, нанесенный автомобилю В ситуации, когда у вас нет другого выхода, кроме как дать согласие на буксировку вашего автомобиля Они воспользуются ситуацией и отвезут его в мастерскую, неодобренную вашей страховой компанией Это означает, что вам придется заплатить еще больше денег, чтобы вернуть автомобиль Если вы водите достаточно давно, то вы знаете, что водитель, который въехал в другой автомобиль сзади, всегда виноват Это потому, что вы должны держать дистанцию до автомобиля впереди вас Чтобы безопасно остановить машину в случае чрезвычайной ситуации Некоторые мошенники используют это в своих интересах Резко тормозя, чтобы в них врезались Эта опасная тактика используется для получения денег за мнимые ущербы и даже за мнимые медицинские расходы Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, снижайте скорость и держитесь подальше от подозрительных автомобилей или хаотичных водителей Если мошенник продолжает беспокоить вас в пробке, лучше всего доехать до ближайшего полицейского участка и сообщить о нем Представьте себе такое Вы едете по дороге, и вдруг мотоциклист привлекает ваше внимание и указывает на то, что ваши колеса дымятся Вы быстро съезжаете на обочину Затем мотоциклист предлагает помочь, вызвав механика, который проверит ваши колеса Удивительно, но механик приезжает очень быстро Он отключает вашу тормозную систему, пока якобы выясняет причину дыма Затем он просит вас проверить тормоза, которые, конечно же, не работают, поскольку он их уже отключил Притворяясь полезным, он предложит вам починить тормоза, но возьмет за это огромную цену Мораль этой истории – сами вызывайте проверенного механика или буксировщика Никогда не знаешь, кого встретишь на дороге Существуют и городские легенды, связанные с вождением Некоторые утверждают, что видели на дорогах человека, который идет не в ту сторону В одной из версий этой истории говорится о человеке, который едет по улицам с односторонним движением в обратном направлении, вызывая хаос и неразбериху, когда водители пытаются объехать его Говорят, что этот человек безумен и опасен, с диким взглядом и склонностью к безрассудному вождению В других историях он даже не за рулем Утверждается, что если вы увидите этого загадочного человека на обочине по пути домой, вам следует развернуться и не возвращаться в свой дом по крайней мере неделю, если вы не хотите, чтобы случилось что-то плохое Существует бесчисленное множество историй о встречах с этой загадочной фигурой Некоторые даже говорят, что были сбиты этим человеком и в результате получили серьезные травмы Несмотря на многочисленные рассказы, нет никаких конкретных доказательств того, что человек, который идет не в ту сторону, действительно существует Эксперты считают, что эта легенда просто поучительная история, призванная напомнить людям о необходимости быть внимательными и соблюдать правила безопасного вождения Однако легенда сохраняется и продолжает передаваться из поколения в поколение, что делает ее одним из самых живучих городских мифов всех времен Вы когда-нибудь видели морской огурец, лежащий на песке, и думали, что он похож на кляксу? Эти существа кажутся беззащитными, но на самом деле у них есть несколько интересных стратегий, позволяющих им постоять за себя Биологи обнаружили химические соединения, с помощью которых морские огурцы защищаются от хищников и даже от собственных токсинов И знаете что? Эти соединения могут быть полезны для здоровья человека Когда морские огурцы чувствуют опасность, они выбрасывают нитевидные части своего тела Эти трубки обездвиживают хищников липкими токсичными объятиями Токсичность обусловлена некоторыми химическими соединениями, которые обычно встречаются в растениях Эти химические вещества гораздо реже встречаются у животных Но морские огурцы эволюционировали, чтобы использовать их в своих интересах Эти вещества также известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами Люди используют их во многих отраслях, например, в косметике Чтобы использовать это вещество для защиты, морским огурцам пришлось решить важную задачу И научиться не повреждать себя собственными токсинами Вот почему их клетки не содержат холестерин, который токсины связывают и пробивают Вместо этого морские огурцы разработали два вида альтернативных холестериновеществ Это стратегия самозащиты Если вы производите токсичные вещества, вы должны стать неуязвимыми для них Теперь вы знаете, что не стоит трогать морской огурец, если вдруг наткнетесь на него на пляже Продолжая разговор о том, чего следует избегать на пляже, перейдем к улитке Мраморный конус Существу настолько уникальному и опасному, что у вас голова пойдет кругом Эта улитка – настоящий путешественник Ее можно встретить на всем пути От южной оконечности Индии и Окинавы в Японии до Новой Каледонии и Самоа Впечатляющий диапазон И интересно не только то, где она водится, но и то, как она охотится Эта улитка маленький, но свирепый хищник Она любит полакомиться другими улитками, а иногда и представителями своего вида Когда она голодна, она высовывает длинный белый зуб и выстреливает гарпуном с ядом в свою жертву А если это не сработает, она повторит атаку несколько раз Так что она еще и настойчива Как только гарпун попадает в цель, добыча обездвиживается и ее мышцы начинают необратимо расслабляться Когда добыча становится беспомощной, улитка приступает к трапезе Где можно найти это страшное существо, спросите вы Оно водится на мелководье, обычно на платформах коралловых рифов или выступах лагун А также в песке, под камнями и среди водорослей В следующий раз, когда вы пойдете купаться, будьте осторожны С другой стороны, знаете ли вы, что яд этой улитки может стать средством для лечения боли? Специалисты проводят исследования, и некоторые химические вещества, содержащиеся в этом яде, показывают неплохие результаты Возможно, этот необычный хищник сможет быть полезен в медицине Следующей в списке существ, которых следует избегать, будет маленькая рыбка под названием бородавчатка Возможно, вам покажется, что это просто камень, но даже не думайте его трогать На самом деле, это самая ядовитая рыба в океане Бородавчатки — мастера маскировки Они сливаются с каменистым или илистым дном в Индо-Тихоокеанском регионе Они, как морские ниндзя, терпеливо ждут, пока их добыча проплывет мимо, а затем стремительно нападают и заглатывают ее целиком И вы легко можете проплыть мимо бородавчатки, даже не заметив ее присутствия Наверное, вы успели подумать Я не хочу случайно на нее наступить И это верная мысль У бородавчаток много шипов на спине, и они выделяют яд, когда на них наступают Этот яд вызывает ужасную боль, отек и повреждение тканей Не лучший день на пляже, как по мне Но не волнуйтесь, эти рыбы не нападают на людей Они используют свои шипы для защиты, а не для нападения Так что, если вы их не побеспокоите и не наступите на них, все будет в порядке Просто ходите осторожно А лучше купите защитную обувь для купания А если вас все-таки ужалят, немедленно обратитесь к специалисту Лучше всего смотреть под ноги Водить ногами по дну, чтобы не наступить прямо на рыбу И носить обувь, если вы находитесь в зоне, где могут обитать бородавчатки Вы когда-нибудь видели крылаток? Это красивые, яркие существа с плавниками, похожими на крылья и какие-то аксессуары Их элегантность завораживает Но не обманывайтесь их внешним видом С ними не стоит шутить На самом деле, это одни из самых опасных рыб в океане Если вас ужалят, вы испытаете сильную боль и, возможно, аллергическую реакцию Крылатка впрыскивает яд через спиной брюшные плавники с острыми иглами Она не агрессивна и не ужалит вас неожиданно, но будет защищаться, если ее спровоцировать или поймать Опасность представляет не только яд У крылаток также есть крошечные зубы Но против хищников эти рыбы используют не зубы, а плавники, напоминающие колючки Они помогают отпугнуть хищников, включая и человека Поэтому, несмотря на соблазн подплыть к такой рыбе и поздороваться, остерегайтесь ее острых шипов Несмотря на все это, крылаток можно есть Некоторые говорят, что они очень вкусные А поскольку они представляют угрозы для экосистем коралловых рифов Их употребление в пищу приветствуется Только сначала убедитесь, что вы удалили ядовитые шипы Занимаясь снорклингом или плавая рядом с кораллами в Атлантическом или Тихом океане Вы можете встретить этих потрясающих рыб Держите разумную дистанцию, и они не почувствуют угрозы и не попытаются ужалить вас, чтобы защититься Морские ежи также могут доставить некоторые неприятности Не волнуйтесь, они не будут прыгать с рифа и бросаться на вас с колючками Они совсем не агрессивны Эти существа встречаются повсюду, от каменистых берегов до коралловых рифов Их можно увидеть почти в каждом водоеме с соленой водой, включая все мировые океаны Поэтому неудивительно, что травмы, причиненные морскими ежами, довольно распространены Чаще всего они происходят, когда люди засматриваются на какую-нибудь милую черепашку Или слишком увлекаются исследованием нового места для погружения Поговорим о защитных механизмах морских ежей У них есть два способа защиты Шипы и крошечные челюсти, которые могут впрыскивать болезненное вещество У некоторых видов есть длинные острые шипы, которые способны проткнуть даже толстый гидрокостюм И глубоко вонзиться в кожу Это неприятно, но, к счастью, избежать контакта с морскими ежами довольно легко Просто следите за тем, что происходит вокруг Обращайте внимание на выступающие шипы на песке и плавайте аккуратно Держитесь в паре метров от кораллов, в расщелинах которых могут прятаться ежи А если у берега много ежей, выберите другое место для погружения А теперь пара слов о первой помощи при укусах морского ежа Опустите место укуса в горячую воду на полтора часа, чтобы расщепить опасное вещество и облегчить боль Осторожно удалите шипы пинцетом и побрейте место укуса, чтобы удалить их остатки Затем промойте травмированное место с мылом и ополосните водой Нанесите крем местного действия, если у вас он есть Конечно же, следите за признаками аллергии и немедленно обратитесь к врачу, если заметите что-то странное И не забывайте, что морские ежи – это лишь одна из многочисленных опасностей морских глубин Есть еще бородатые огненные черви, иглобрюхи и огненные кораллы Так что не будьте слишком строги к скромным маленьким ежам По сравнению с некоторыми другими существами, они практически ручные В самом сердце густого леса человек отправляется в поход, погружаясь в потаенные глубины этого природного уголка Но это не обычная прогулка среди деревьев, а жуткая и леденящая душа открытия Наш главный герой с искоркой любопытство в глазах обнаруживает нору, вскрытую в тени Любопытство пересиливает страх, и наш исследователь подходит ближе Это не случайная нора, она принадлежит лисе Если это неправильное решение, и надо просто убежать Весной, когда природа оживает, наполняясь энергией, на свет появляются лисята Именно в это время их мамы-лисицы ищут защиты в своих подземных убежищах В остальное время года лисы предпочитают греться на солнышке, отдавая предпочтение миру над землей За исключением тех случаев, когда погода меняется в худшую сторону Именно во время самых неблагоприятных условий они укрываются в своих норах, защищаясь от непогоды Эти норы, называемые лисьями, состоят, как правило, из нескольких входов, изредка засыпанных землей мусором В зимние месяцы трудолюбивые лисы старательно роют дополнительные норы в преддверии наступающей весны Иногда среди остатков их подземных ходов встречаются останки погибших лисей Что свидетельствует о круговороте жизни в этих запутанных подземных сетях Если исследовать окрестности лисей норы, то можно заметить свежие следы пищи, остающиеся у норы в апреле-июне Именно в этот период, когда игривые лисята выходят из убежища, можно обнаружить остатки их пиршеств Восхитительный признак начинающейся жизни Как же выглядят эти норы? Ведь в лесу есть и другие животные с такими же жилищами Давайте перейдем к сути вопроса Лисьи норы, неуловимые убежища этих озорных существ, обычно располагаются в местах, изобилующих пышной зеленью Их можно встретить, спрятавшись под укрытием дерева или под внушительными скалами Если вы наткнулись на уютную нору, которая кажется специально созданной для лисы И почувствовали ее неповторимый аромат, сопровождаемый другими интригующими признаками Например, разбросанными костями То, скорее всего, вы обнаружили лисью нору Увы, мой любопытный друг Не существует надежного рецепта того, где эти хитрые лисы предпочитают устраивать свои норы Они обладают удивительной способностью приспосабливаться к самым разным условиям Будь то открытые луга, густые леса или даже неумолимая тундра Представьте себе, что нора лисы состоит как минимум из 4-5 секций Это парадный вход, пандус, само логово и потайная комната, служащая тайником для хранения продуктов В зависимости от размера стаи могут быть предусмотрены дополнительные помещения для размещения целой банды лисиц А теперь представьте себе торжественное открытие лисьей норы Вход и пандус образуют коридор, уходящий вглубь земли на 1-2,5 метра И соединяющий внешний мир с уютным убежищем внутри Но это еще не все Лисицы, будучи хитрыми и запасливыми животными, складируют добытые сокровища в норах Да, у них есть тайники, куда они прячут все свои аппетитные находки Количество комнат в норе может варьироваться в зависимости от размера стаи Ведь эти умные существа заботятся о том, чтобы в норе было достаточно места для рождения и воспитания очаровательного потомства Они могут даже рыть дополнительные туннели и делать дополнительные входы, чтобы было удобнее Теперь поговорим о кулинарных делах лисиц Лисы – проворные гурманы Они запасают пищу в больших количествах, чтобы пережить зиму и брачный сезон Однако это не скряги Обычно они запасают столько, чтобы хватило на несколько дней Ведь они не каждый день лакомятся свежей добычей Их кладовые часто украшают ягоды и фрукты А центральное место в них обычно занимает любое деликатесное мясо Интересно, насколько близко друг к другу расположены лисьи норы? Если земля изобилует пищей и пресной водой, то в радиусе 26 квадратных километров вы можете наткнуться на 2-3 лисьи норы Если же ресурсы скудны, то, возможно, придется расширить поиск до 52 квадратных километров, чтобы найти всего одну нору Но на этом история не заканчивается Лисы, как и подобает их находчивой натуре, часто имеют несколько норов Основную нору, часто называемую «родовой», они хранят из сентиментальных чувств Кроме того, они держат запасную нору на случай непредсказуемых обстоятельств Не стоит забывать и о том, что брошенные или одолженные норы они считают своими Какие ловкие плуты, не правда ли? Теперь поговорим о самих этих удивительных существах Лисицы представлены восхитительным разнообразием видов, размеров и вариаций, разбросанных по всей нашей планете Но главной звездой шоу является рыжая лисица, которая встречается на всех континентах, кроме морозной Антарктиды Хотя большинство лисиц предпочитают спокойствие сельских ландшафтов Не удивляйтесь, если они осмелятся заглянуть в городские и пригородные жилища, где их путь может пересечься с человеком Встреча лисы и человека – история двух крайностей Одни добрые души пытаются задобрить этих животных, предлагая им лакомые кусочки и угощая их прямо из своих ладоней С другой стороны, есть и те, кто трепещет при одной мысли о лисе, боясь ее коварного и свирепого характера А теперь представьте себе такой сценарий Что будет, если лиса подойдет к вам или начнет нападать? Как правило, лисы не представляют угрозы для человека и не вынашивают никаких злых намерений Они предпочитают питаться мелкими млекопитающими или домашним скотом, оставляя агрессию для охоты или самообороны Тем не менее, известны случаи, когда лисы пересекались с человеком, в том числе и те, что закончились печально Поэтому очень важно знать, какие действия следует предпринять, если лиса приближается или нападает на вас Лисы действительно могут быть одомашнены Однако в душе они остаются дикими, и их действия могут быть совершенно непредсказуемыми Они могут ненадолго принять свою прирученность, но, почувствовав угрозу, голод или просто испугавшись, вернуться к инстинктам Естественно, лисы воспринимают нас, людей, как потенциальную угрозу И в наших интересах отвечать им взаимностью на осторожность Никогда не пытайтесь подойти к лисе, даже если она кажется послушной и дружелюбной Так как ее характер может измениться в считанные секунды и застать вас врасплох Избегайте резких движений и не поддавайтесь желанию приблизиться Так как это может обугать нашего друга В большинстве случаев, заметив поблизости человека, лиса быстро убегает или прячется Однако, если вы оказались в ситуации противостояния с лисой То лучше всего сделать шаг назад и дать ей свободу действий Если лиса упорствует в своем приближении Или если вы встретили поблизости несколько лис Мой дорогой друг, обходите их стороной Не приближайтесь к ним и не пытайтесь их кормить Особенно с рук Пусть они занимаются своими лисими делами А вы понаблюдайте за ними со стороны В ситуации, когда лиса попала в ловушку, например, зашла в помещение Я призываю вас сохранять спокойствие Не повышайте голос и не создавайте лишнего шума Так как это может спровоцировать лису на нападение Вместо этого держитесь на безопасном расстоянии от животного И обеспечьте ему путь к отступлению Убедитесь, что двери и окна не закрыты И дайте лисе свободу, к которой она стремится Тогда она быстро уйдет Однако, если судьба вам не благоволит И вы оказались в неприятной ситуации Когда лиса на вас напала Сохраняйте спокойствие Не спускайте на нее своих питомцев И не преследуйте лису Дайте ей возможность отступить Если лиса упорствует и не желает отступать Ее можно отпугнуть простыми хлопками Теперь вы можете наслаждаться лесом В Техасе обитают странные, жуткие и необычные животные О которых вы вряд ли слышали В этом американском штате, на удивление, много существ Которых вы вряд ли увидите в других местах Итак, давайте посмотрим на самых завораживающих из них Это прекрасное ярко-голубое создание Называется Голубой дракон Несмотря на столь внушительное имя Это животное на самом деле крошечное Обычно не больше виноградины Вы можете встретить его на пляже Или плавающим рядом с вами в воде Запомните одну вещь Каким бы симпатичным ни был этот малыш Не трогайте его Один турист заметил несколько милых дракончиков У берегов острова Мустанг Он взял в руки одного из существ, чтобы сфотографировать К счастью, мужчина опустил его обратно в воду Прежде чем Голубой дракон успел его ужалить В противном случае все могло бы закончиться плохо Ведь этот морской обитатель ядовит Несмотря на крошечные размеры Контакт с ним может вызвать проблемы Все из-за рациона Любимое блюдо Голубого дракона Португальский военный кораблик Медуза, яда которой достаточно, чтобы парализовать мелкую рыбу И ракообразных Голубые драконы используют слизь, чтобы нейтрализовать Стрекательные клетки медузы Затем они похищают эти клетки Из щупалец португальского кораблика И сохраняют их в собственных тканях Они высвобождают эти стрекательные клетки При контакте, что делает атаку Даже более сильной, чем у самой ядовитой медузы Эти удивительные существа Также чрезвычайно хитры Несмотря на то, что их внешность, мягко говоря, яркая Они известные мастера маскировки Яркий синий рисунок На самом деле находится у них на животе А когда они плавают на спине То просто сливаются с водой Спина у них серая Что облегчает маскировку А теперь забавный факт Группа крошечных драконов Плавающих вместе называется Голубой флотилией И еще один факт Голубые драконы обычно откладывают Около 16 яиц Из которых примерно через 3 дня Вылупляются личинки Голубые морские драконы Редко добираются до берега У них мягкое тело Поэтому, когда животные Преодолевают зону прибоя И выбрасываются на берег Они обычно уже разбиты на части И все же будьте осторожны Даже в этом случае яд В их теле не рассеивается Конечно, голубые морские драконы Не единственные необычные животные Обитающие в Техасе Взгляните на это Кошмарное создание Ядовитое Склизкое И вроде как Бессмертное Знакомьтесь Молотоголовый червь И что самое страшное Он может прятаться В вашем саду Пока вы смотрите это видео Если вы живете в Техасе, конечно Вы легко узнаете этого червя По его жуткой лопатообразной голове Он не похож ни на одно беспозвоночное Которое вы когда-либо видели Да и вообще на любое другое существо Сначала его находили только в Восточном Техасе Но позже исследователи обнаружили Этих жутких существ В Северном, Центральном и Южном Техасе Практически везде Кроме засушливых районов Западного Техаса Особенно пугает длина этого червяка Он может вырастать до 30 сантиметров К счастью, такие гиганты встречаются нечасто Большинство молотоголовых червей Достигают в длину всего-то 15 сантиметров В Техасе можно встретить два вида этих червей И оба они имеют темную полосу посередине Более крупный питается дождевыми червями Что создает большие проблемы Вы, наверное, знаете, что дождевые черви Играют важную роль в поддержании почвы Богатой минералами и в целом здоровой Если дождевые черви исчезнут Растения не будут получать необходимые им питательные вещества Даже для людей, домашних животных Встреча с молотоголовым червем Не самый приятный опыт Молотоголовые черви Единственные наземные беспозвоночные Которые выделяют очень опасный нейротоксин Такой же, какой вырабатывают иглобрюхи Благодаря размерам человеческого тела Прикосновение к молотоголовому червю Не причинит вам сильного вреда Но рука все равно будет болеть И может онеметь Для домашних животных он гораздо опаснее Известны случаи, когда собаки съедали молотоголовых червей После чего их тошнило целый день Интересно, что эти черви родом из Юго-Восточной Азии Но, видимо, они освоили искусство автостопа Поскольку в начале 20 века их уже находили в США Имейте в виду, что если вы хотите избавиться от молотоголового червя А это вполне объяснимо Худшее, что вы можете сделать, это разрубить его лопатой Плоские черви размножаются, разрывая себя пополам Поэтому, разрезая его, вы фактически помогаете популяции червей Превращая одного червяка в двух Именно по этой причине молотоголовых червей иногда называют бессмертными Это, конечно, преувеличение, потому что они не переносят ни уксуса, ни соли Даже если в западном Техасе вы защищены от молотоголового червя Это не значит, что вы не можете встретить других опасных животных Например, адского сухопутного омара По-научному эти существа называются телефоны И это не рукообразные, а паукообразные Кто бы мог подумать? В любом случае, у этих восьминогих созданий очень неприятный укус Но это не самое страшное Телефоны брызгают из своих хвостов 85% кислотой, похожей на уксус В основном они делают это, чтобы защитить себя Но все равно звучит недружелюбно, верно? Сухопутный омар также может прищемить своими тяжелыми ротовыми челюстями палец Который оказался слишком близко У основания брюшка сухопутного омара имеются длинные хвосты, похожие на хлысты Поэтому этих паукообразных часто относят к скорпионам Хотя они не связаны родством и не имеют жал Летние дожди выманивают этих паукообразных из нор в поисках пищи и любви К счастью, эксперты говорят, что сухопутные омары не ядовиты для человека Но они вполне могут поранить вас своими большими клешнями Которыми ловят насекомых Телефонов можно считать полезными, поскольку они питаются многоножками, сверчками, скорпионами и тараканами Они охотятся, улавливая вибрации своей добычи с помощью длинных передних лап Поскольку сухопутные омары предпочитают выходить на поверхность после наступления темноты Вы вряд ли увидите их при свете дня Но если вы наткнетесь на самку этого вида, то сможете полюбоваться, как она несет детенышей на спине А теперь представьте, что сейчас, середина весны, вы гуляете среди цветов и зелени Вдруг вы замечаете на земле нечто крайне странное Животное выглядит мило, пушистое и мягкое Желание прикоснуться к нему непреодолимо Осторожно! Укус волосатой гусеницы может нанести серьезный удар Это гусеницы ночной бабочки, известной как Большая Гарпия В Техасе можно встретить несколько видов жалящих гусениц Например, гусеницу оленей бабочки Шипастого дубового слизня Оседланную гусеницу Или гусеницу Сатурни Ио Прикосновение к любой из них может привести к неприятным последствиям Если вы дотронетесь до этого симпатичного создания в парке То, скорее всего, почувствуете жжение А потом у вас появится зудящая сыпь В худшем случае вам даже придется обратиться в отделение неотложной помощи Основная проблема в том, что люди по-разному реагируют на токсины гусениц У одних могут развиться более тяжелые реакции, чем у других Кроме того, тяжесть последствий зависит от толщины кожи на пораженном участке В большинстве случаев неприятные ощущения и сыпь проходят через несколько часов или дней Такие гусеницы позже превращаются в бабочек, которые помогают опылять цветы и деревья Избавиться от этих насекомых значит нанести вред местности, в которой они живут Специалисты уверены, что встреча с жалящей гусеницей не приведет ни к чему плохому, если вы будете придерживаться правил Если гусеница выглядит пушистой, не трогайте ее Лучшее решение – рассказывать людям, что это за гусеницы, как они выглядят и почему опасно прикасаться к ним незащищенными руками Посмотрите на это милое создание Оно выглядит совершенно безобидным Но вы должны знать, что внешность обманчива И синекольчатый осьминог является чрезвычайно ядовитым видом осьминогов По сути, это один из самых ядовитых видов морских животных в мире Эти существа обитают в приливных бассейнах и на коралловых рифах Несмотря на свои небольшие размеры, всего 13-20 см, они очень опасны для человека, если их спровоцировать Их яд содержит мощный нейротоксин – тетродотоксин Когда животное чувствует опасность, его первый инстинкт – бегство Но если угроза сохраняется, например, если вы не отказываетесь от идеи взять осьминога на руки Он переходит в оборонительную позицию и демонстрирует свои синие кольца Если осьминога загнать в угол и тронуть, он укусит нападающего И это может закончиться очень плохо Тетродотоксин вызывает тяжелые последствия и иногда приводит к полному пролечу тела Жертва полностью осознает окружающую обстановку, но не может двигаться Пострадавший остается в сознании, но из-за пролеча не может подать сигнал о помощи или сообщить о бедствии Интересно, что в спокойном состоянии синекольчатый осьминог выглядит коричневым или даже бледным Но как только он чувствует опасность, то переключается на предостерегающую окраску Такая реакция называется отпугивающим поведением Животное вспыхивает яркими цветами, предупреждая окружающих о том, что после укуса для них все закончится печально Конечно, синекольчатый осьминог не единственное опасное животное, которое выглядит безобидно Например, посмотрите на это существо Это животное выглядит очень мило Оно пушистое и мягкое Желание прикоснуться к нему непреодолимо Осторожно! Укус волосатой гусеницы может нанести серьезный удар Это гусеница, кошачьи моли или аспид Среди роскошного меха скрываются ядовитые шипы, снабженные стрекательными клетками, как у медуз Люди по-разному реагируют на токсины гусениц У одних реакция может быть более тяжелой, чем у других Кроме того, тяжесть последствий зависит и от толщины кожи на пораженном участке В большинстве случаев неприятные ощущения и сыпь проходят через несколько часов, а иногда и дней Следующее животное в нашем списке – это ядовитая лягушка дротик Существует более 170 видов этих лягушек и, как ни странно, не все из них на самом деле ядовиты А вот те, что ядовиты, выделяют через кожу чрезвычайно опасные токсины С другой стороны, лягушки никогда не используют эти токсины для охоты или нападения Они нужны им только для самообороны Специалисты предполагают, что способность лягушек вырабатывать эти токсины может быть обусловлена рационом, богатым токсиносодержащими животными, например, многоножками или муравьями Известно, что коренные народы Центральной и Южной Америки натирали лягушками свои стрелы и дротики, чтобы их наконечник стал отравленным Главное, что необходимо помнить, если вы дотронулись до лягушки с дротиком немедленно обратитесь за помощью, особенно если вам попалась золотая лягушка-дротик Она самая ядовитая Расписная каракатица является единственным известным видом ядовитых каракатиц Несмотря на свои крошечные размеры, не более 5-8 сантиметров Это существо обладает невероятно ядовитой мышечной тканью У него два щупальца и восемь рук Скорее всего, руки будут окрашены в фиолетовый и желтый цвета В любом случае, лучше всего избегать укусов этих интригующих существ И тогда вы, скорее всего, останетесь целы Хищные конусные улитки являются очень медлительными животными Это основная причина того, что у них нет возможности механически захватывать добычу То есть они не могут схватить животное или укусить его Вместо этого конусная улитка выработала мощный яд, который помогает ей выжить Наверное, самое интересное в этих существах То, что среди почти тысячи видов нет ни одного одинакового яда, вырабатываемого каждым из них Хотя у конусных улиток нет клыков У них есть покрытый ядом гарпун, которым они жалят свою жертву На конце ядовитой луковицы находятся структуры, напоминающие трубку А модифицированный зуб может выстрелить из трубки с умопомрачительной скоростью в 640 км в час Так что медлительность конусных улиток нисколько не смущает А поскольку яд присущ только определенным видам, то некоторые из них могут лишь слегка укусить, а другие нанести серьезный вред здоровью Например, эта улитка, обитающая в рифах, выпускает похожий на гарпун зуб, чтобы ужалить свою жертву И от ее яда не существует лекарства Когда вы думаете об иглобрюхих рыбах, то, вероятно, представляете себе раздутое существо с впечатляющими иглами, торчащими по всему периметру их тела Но под этими забавными шипами скрывается злобное существо И самая опасная его часть – это яд, который считается одним из самых опасных и сильнодействующих в мире Если не самым опасным Хорошая новость заключается в том, что вы не отравитесь, если не съедите рыбу Так что, возможно, лучше отдавать предпочтение роллам Калифорния Теперь посмотрите на это насекомое и постарайтесь никогда к нему не приближаться Это японский огромный шершень Это чудовищных размеров существо, достигающее в длину почти 5 сантиметров Известно своей агрессивностью В его внушительном жале содержится достаточно яда, чтобы укус был очень-очень болезненным Некоторые люди не выживают после укуса этого насекомого Даже если яд не самый сильный, из-за больших размеров этого насекомого доза слишком велика А если на вас нападает не один, а несколько шершней Что ж, последствия могут быть драматическими Огромный шершень не обязательно недружелюбен по отношению к людям или другим животным Но если его спровоцировать, он обязательно ужалит Это прекрасное ярко-голубое существо называется голубой дракон Несмотря на внушительное название, животное на самом деле крошечное Обычно не больше виноградины Вы можете встретить его на пляже или плавающим рядом с вами в воде Запомните одну вещь Каким бы симпатичным ни был этот кроха, никогда не трогайте его Несмотря на его размер, укус слизня может быть очень сильным А все из-за его рациона Любимое блюдо дракона – португальская медуза Яда которой достаточно, чтобы парализовать мелкую рыбу и ракообразных Голубые дракона сначала используют слизь, чтобы нейтрализовать стрекательные клетки медузы Потом они забирают эти клетки из щупалец, накапливают и концентрируют их в собственных тканях Затем при опасности они выпускают эти стрекательные клетки, что делает их жало еще более сильным Даже хуже, чем у самой медузы Эти удивительные существа еще и очень хитры Несмотря на яркую внешность, они известные мастера маскировки Видите ли, яркая синяя окраска на самом деле находится на их брюхе А когда они плавают на спине, то просто сливаются с водой Что касается спины, то она серая Это позволяет животным маскироваться на поверхности моря Медуза Ируканджа, найденная в Австралии, выглядит крошечной, совершенно невинной Но внешность обманчивой эта малышка размером с ноготь большого пальца человека на самом деле очень опасна Во время сезона медуз, который длится с ноября по май, тонны пляжей закрываются из-за этих крошечных существ Особую опасность медузам придают их миниатюрные размеры Люди просто не замечают их во время плавания Печально известная кубомедуза, названная так за кубическую форму тела, обитает в Индийском и Тихом океанах Если вы заметили существо в форме колокола с длинными свисающими щупальцами, держитесь от него подальше И даже если вы видите только одно щупальце без прикрепленной к нему медузы, не приближайтесь и не трогайте его Медуза может вырастать до трех метров, а каждая ее щупальца имеет около 500 тысяч микроскопических гарпунов для впрыскивания яда В отличие от других медуз, кубомедузы, охотники, они могут зацепиться за вас, обхватив своими тонкими щупальцами вашу конечность или тело Учитывая, насколько опасен их яд, это будет не очень приятный опыт Бесконечные жаркие пустыни на первый взгляд кажутся безжизненными Но среди этих песков можно встретить опасных, а порой и жутких существ Некоторые из них могут вызвать только проблемы со здоровьем, а другие останутся в памяти навсегда Давайте познакомимся с ними поближе, начиная с просто опасных и заканчивая настоящими кошмарами Итак, вы идете по пустыне и видите большого плюшевого медведя Вы понимаете, что это, скорее всего, мираж, но все равно подходите ближе Вы были правы, это не плюшевая игрушка, а гигантский кактус В нем есть что-то странное Благодаря какому-то странному пуху ветви напоминают руки плюшевого мишки Однако это не пуха, а тысячи тонких иголок, и именно из-за них не стоит подходить ближе Этот кактус называют чолой или медвежьей чолой Он растет в пустынных районах Аризоны и на севере Мексики Не волнуйтесь, этот кактус не нападет на вас, но если вы прикоснетесь к нему, он прилипнет к вашей коже или одежде Такая шуба защищает кактус от животных, создает тень и спасает от жары Боковые ветви наиболее важные части растения, так как в них осуществляется фотосинтез и накапливается большое количество влаги Так что несмотря на всю опасность, кактус может быть полезен для путешественников по пустыне Опасность представляют иголки Если присмотреться к ним повнимательнее, то можно увидеть, что они имеют форму крючков Одно прикосновение и сотни колючек уже пились в палец Избавиться от них довольно сложно, а сами иголки вызывают неприятные болевые ощущения Но самое интересное в этом кактусе способ его размножения Растения клонируют себя на новом месте Когда животные и люди проходят мимо прыгающей челы и прикасаются к растению Кактус отдает им вместе с иголками маленький кусочек себе Стоит бросить этот кусочек на землю, как он пускает корни и начинает расти Степень опасности возрастает Очередное чудовище из пустыни бежит к нам И это страус Многие считают этих животных трусами, прячущими голову в песок Однако, если вы встретите такое животное, то скорее всего измените свое мнение Обычно страусы не агрессивны, но если вы приблизитесь к их гнезду, то должны как можно скорее уйти С другой стороны, вы не сможете этого сделать, поскольку страусы передвигаются со скоростью 70 км в час Чтобы от них оторваться, нужен автомобиль Они бегут и бьют своего врага кури Известно случай, когда страусы нападали на фургоны и наносили им значительный ущерб Но главную опасность представляют мощные лапы этих птиц с острыми когтями Ими они могут наносить сильные удары и даже бить лежащего противника Так что да, если вы видите вдалеке страуса, бегите в другую сторону Эта небольшая пятнистая ящерица почти все время живет под землей в засушливых пустынях юго-запада США и северо-запада Мексики Иногда она выбирается наружу в поисках обеда Она только кажется симпатичной, но на самом деле это опасный монстр гила Толстая кожа защищает рептилию от ястребов, койотов и других хищников Но главная его защита – это яг Змеи и пауки вводят свои яды с помощью длинных иглообразных клыков Монстр гила зажимает добычу зубами, чтобы распространить яд А когда ящерица кусает человека, то может долгое время держать челюсти сомкнутыми Избавление от этого животного – дело непростое Люди, испытавшие на себе действия яда, говорят, что ощущение такое, будто по венам проходит раскаленная магма Несмотря на это, ящерица оказалась полезной для науки Врачи использовали ее яд для создания лекарств от диабета и ожирения Что ж, вот и пришло время встретиться с одним из самых жутких существ, обитающих в пустыне Прислушайтесь к тишине Сдайте неподвижно Вокруг никого нет Вдруг вы слышите какое-то шипение, доносящееся снизу Вы опускаете голову и видите его Большой желтый паук размером с человеческую ладонь С мощными челюстями и длинными ногами прячется в тени вашего тела В ужасе вы убегаете от этого чудовища, но оно преследует вас Сделать это в такой ситуации нелегко, но постарайтесь успокоиться Вы неинтересны этому существу Ему нужна только ваша тень, чтобы спрятаться от палящего солнца В любом случае, лучше его не трогать Мощные челюсти верблюжьего паука могут вызвать, мягко говоря, неприятные ощущения И кстати, это существо на самом деле не паук Да, он относится к классу арахнит, но это отдельный вид Сальпуги Этот паук любит кусаться Он бесстрашен, довольно агрессивно охотится на насекомых, ящериц, грызунов и мелких птиц Он также может передвигаться со скоростью 16 км в час Для таких небольших размеров это очень быстро Чтобы убежать от него, нужно быть профессиональным спортсменом Чаще всего верблюжьих пауков можно встретить в пустынях Ближнего Востока Но они также обитают в Мексике и на юго-западе США Эти бегуны ночные и стараются избегать солнца днем Поэтому они всегда охотятся за вашей тенью Кстати, свое название они получили, потому что часто прячутся в тени верблюда Днем от них никуда не деться, но и ночью они тоже захотят за вами проследить Особенно если вы разожжете костер Сальпуги всегда бегут на свет в надежде что-нибудь съесть Некоторые виды этих пауков издают шипящие звуки, чтобы отпугнуть врагов Теперь давайте на секунду успокоимся и покинем жаркую пустыню Мы отправимся во влажные тропики Танзании Под корой деревьев, опавшей листвой и в темных пещерах Можно встретить одно из самых страшных существ на Земле Бесхвостого скорпиона-хлостовика Представьте себе большого скорпиона без хвоста с плоским телом Которое выглядит так, будто его чем-то придавили Он похож на паука, но не имеет ядовитых желез И не умеет плести паутину Этот монстр бесшумный и быстрый Но самое страшное, это два передних когтя Которые вдвое длиннее его самого Любая добыча, которую оно поймает, не сможет убежать Жизнь в темной пещере испортила ему зрение Поэтому хвостовой скорпион старается избегать солнечного света Во время линьки он забирается на потолок И медленно вылезает из своей старой кожи Представьте, что вы направили туда фонарик и увидели маленькие коконы Из которых выползают бледные пауки с длинными ногами Если вы действительно встретили скорпиона, успокойтесь и медленно отойдите как можно дальше Будьте осторожны! Плоский скорпион может за секунду заползти под одежду и укусить вас в живот И это еще не самое страшное Ладно, это шутка Этот красавчик – одно из самых пугливых и безобидных существ среди пауков и скорпионов Он боится вас и никогда не нападет Многие считают его красивым и держат в стеклянных террариумах Если вы хотите завести такого питомца, внимательно следите, чтобы он не убежал из своего домика Если это произойдет, то поймать его снова будет довольно сложно За считанные мгновения он может забраться под вашу кровать или пролезть через щели в полу Затем через вентиляционную систему он попадет в квартиру соседей и будет пугать там людей Ладно, а как насчет еще одного скорпиона? Он не такой жуткий, как другие существа в этом видео, но это самый ядовитый скорпион в США Это аризонский скорпион из коры Его можно встретить и в пустыне, и у себя дома, и во дворе Эти ядовитые ребята заползают в помещение и часто жалят людей Одного раза достаточно, чтобы вызвать боль, похожую на укус пчелы Но у человека, страдающего аллергией, может возникнуть паралич, затруднение дыхания и другие проблемы со здоровьем